Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О главных событиях из жизни русского зарубежья вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. Организаторы конкурса «Живой Есенин» подводят итоги. Фестиваль русской культуры прошел в Японии. Национальный праздник «День языков» состоялся в Казахстане. А теперь более подробно об этих и других новостях. В Москве подвели итоги шестого сезона литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелева. Испытать свои навыки в литературном мастерстве смогли школьники из России и ближнего зарубежья. С победителями познакомилась и наша съемочная группа. Международный детско-юношеский литературный конкурс «Лето Господне» проводится по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла издательским советом Русской Православной Церкви с 2014 года. В этом сезоне на оценку жюри поступило более тысячи работ из различных российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Экспертное голосование выявило среди них 36 финалистов. В этом году, конечно, из-за санитарных ограничений они внесли такие, скажем, коррективы в нашу обычную практику. И если мы обычно в марте проводили финальные мероприятия, то в этом году все было принесено на сентябрь. И нам пришлось разделить вот наши три группы. Обычно 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс все вместе собираются. В этом году отдельно каждая группа мы собираем для того, чтобы избежать большого скопления. Очень сильные работы были на заочном этапе. И вот вчера ребята, 10-11 класс, писали очные работы. Конечно, удивительно, когда вот за три часа на предложенные темы, темы, значит, они не знают, да, то есть, но ребята отзываются очень ярко, интересно. Для всех участников была предусмотрена культурная программа, литературный мастер-класс, написание очной работы на предложенную тему и литературная прогулка по городу. Первую работу я писала про мою бабушку. Рассказ назывался по стихотворению Алексея Толстого «Колокольчики моей цветики степные». Это стихотворение было в дальнейшем переложено на песню, которую пела моя бабушка периодически. И вот это были такие воспоминания детские в форме рассказа. Я который раз в последнее время убеждаюсь в том, что самое важное в нашей жизни и ценное – это общение с людьми. И когда у организаторов этого конкурса есть возможность собрать людей, детей из разных уголков страны, это, конечно, удивительно. Шестой сезон конкурса был проведен издательским советом Русской Православной Церкви и Центром культурно-просветительских программ имени Филарета Московского при поддержке Фонда президентских грантов. В торжественной церемонии вручения наград принял участие председатель издательского совета Русской Православной Церкви и митрополит Калужский и Боровский Климент. Награждается Гордеева Ульяна за работу, что делает нас сильнее. Учитель Кайдаш Дарьевна. К участию в конкурсе «Лето Господне» ежегодно приглашаются учащиеся с 6-х до 11-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназии, колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники учреждений дополнительного образования, литературных кружков, прибыль в библиотеках и воскресных школ. Творческие работы принимаются с 1 сентября по 1 декабря. Уже сейчас можно заявить о себе для участия в следующем сезоне. Московский озорной гуляка. Ангел русской поэзии, скандалист и дебошир. Как только не называли Сергея Есенина, который в этом году отмечает 125 лет со дня рождения. С размахом празднует эту дату и Московский музей поэта, который готов подвести итоги международного цифрового конкурса «Живой Есенин». Дай, Дим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, безщумную погоду. Московский государственный музей Сергея Есенина завершил прием заявок на международный цифровой литературно-музыкальный конкурс «Живой Есенин», приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта. Всего поступило более тысячи работ из 30 стран мира. Болгарии, Великобритании, Казахстана, Таджикистана, Сирии, Республики Конго, Испании, Италии, Германии и многих других стран. Возраст участников составил от 2 до 86 лет. Я беспечный парень, ничего не надо, только песню слушать, сердцем подпевать, только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Все, кто ценит и любит меткое есенинское слово, смогли стать участниками конкурса. Видеоролики с прочтением любимого стихотворения поэта или исполнением песни на его стихи с хэштегом «Живой Есенин» появились во многих популярных социальных сетях. Белая береза под моим окном, при накрытии снега точно селеблом. Победители конкурса получат денежные призы. За первое место 50 тысяч рублей, за второе 30 и за третье 10 тысяч рублей. А также диплом и путевку в авторский отель «Есенин», расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края. Имена победителей озвучат 3 октября, на день рождения поэта. «Мне осталась одна забава! Пальцы в рот и веселый свист! Прокатилось дурное слово, что погабник я и скандалист!» Ежегодный праздник «Единство и согласие» прошел в Казахстане. Это мероприятие объединило более 100 этносов, которые представляют республику. На онлайн-площадке университета имени Аль-Фараби звучали песни, стихотворения и поздравления на разных языках мира. Воспитать любовь и уважение к родному языку, а также узнать больше об истории и традициях своего народа – так звучит главная идея этого национального праздника. День языков народа в Казахстане проводится каждую осень. В это время во всех городах республики проходят тематические фестивали, концерты и конкурсы. Традиционно это событие отмечает и Центр русский язык и культура Казахского национального университета имени Аль-Фараби. В этот раз для всех гостей на онлайн-площадке состоялся праздничный вечер «Язык – символ дружбы и согласия». Участники рассказывали об истории и обычаях родных языков, а после читали произведения на русском и английском, немецком и казахском, туркменском, дунганском и корейском языках. В конференции также присоединились представители Россотрудничества и Русского центра Бакинского университета. Они передали приветственное слово и поздравили своих соотечественников. Традиция отмечать День языков появилась в Казахстане в 1998 году. Именно тогда, по указу президента республики, этот праздник стал общенациональным. Ежегодно он объединяет тысячи представителей этого многоликого государства. Ценители русской культуры встретились на национальном фестивале в Японии. Здесь они смогли прикоснуться к народному творчеству и узнать больше о российской самобытности. Такое необычное и красочное мероприятие организовал русский культурный центр города Киото. Здравствуйте! Меня зовут Йоичи Невата. Я пришел на русский фестиваль, потому что я очень люблю русский народ и русскую культуру. Я учил русский язык в Омске, в Сибири. И сейчас я преподаю русский язык онлайн. И у меня ученики и в Японии, и в России. Также у меня есть YouTube-канал на русском языке. Там я буду... у меня есть и танцы, и пение на русском языке. И сегодня я буду выступать на стене русской песни «Танкист» и районный квартал «Звери». Так что наслаждайтесь, пожалуйста! Русский фестиваль прошел накануне в японском городе Осака. Изначально организаторы задумывали открыть его еще в марте, но пандемия внесла свои коррективы, и встречу пришлось перенести на осень. Всех гостей ждала интересная и яркая программа. Выступление творческих коллективов с песнями и танцами, акробатическое шоу и модный показ от российских дизайнеров. Участники фестиваля также смогли попробовать традиционные блюда российской кухни. В национальном меню для каждого были готовы пирожки, борщ, чай и кондитерские изделия. Мы сегодня, наконец-то, после долгого, такого, протяженного карантина, смогли сегодня открыть и провести наш фестиваль русской культуры. Я очень рада! Фестиваль объединил себе любителей русской культуры. Здесь собрались не только русскоязычные жители Японии, но также и те люди, которые только открывают для себя необычную культуру и изучают русский язык. Многие семьи приходили со своими детьми, чтобы приобщить их к русской самобытности, музыке и национальным блюдам. Все гости мероприятия были полны радостных впечатлений и разошлись в ожидании следующего фестиваля. Альбина Танебучи специально для телерадиокомпании «Русский мир». Какой может быть русскоязычная Испания показал участник конкурса корреспондент «Русского мира» Антон Худобин из города Альтеа. Давайте посмотрим его репортаж. И если он вам понравился, не забудьте поставить лайк на нашем YouTube-канале. От зноя городская площадь была пуста. Желта и точно библейская пустыня. До пылинки выметена горячими ветрами. Окна, ослепленные сверканием пустой площади, спали. Балконы исповедовали небу свою пустоту. Отворенные парадные благоухали прохладой и вином. Как не согласиться с Броношульцем? Испания – это страна, где безмятежность и счастье буквально разлиты в воздухе. Время здесь не подчиняется никаким законам. И может то медленно тянуться, позволяя расслабиться на пляже, то стремительно лететь под ритмы фламенко. Как живет сегодня, в это непростое время, русскоязычная Испания на Коста-Блан. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. «Когда рождается человек, первая забота о нем – забота о матери. Здесь, на, казалось бы, чужой земле, первая, кто о нас заботится – это мать церковь. Церковь – наша мама, она всех нас объединяет, мы очень разные. А под покровом мамы все мы находим место. Церковь, как мама, заботится о нас. Церковь – это единственное место на земле, в котором ты услышишь четко, как жить. Для многих людей, к сожалению, это будет просто красивое, но здание с замечательными куполами, золотыми крестами, красивой росписью внутри и иконами. Но ведь мы знаем, что церковь – это слово, которое намного больше означает, чем только здание, в котором мы встречаемся на молитву. Ведь мы помним, что апостол Павел писал, что мы собираемся ежедневно в храме, в церкви для совершения Евхаристии. И это означало не столько помещения, в котором они встречаются, а состояния, в котором они находятся. Начиная нашу приходскую жизнь, мы вместе с прихожими поставили себе определенные задачи и акценты, которые были и есть главными в нашей жизни, как прихода, как священника и прихожан. Первое – это, конечно, литургическая жизнь. Без ней никак, без молитвы, без Божьего благословения ничего хорошего сделать человек не может. Второе – это сохранение языка, культуры, православной, русской, благотворительности и социальной проекты. Для этого мы основали Ассоциацию Византина. Вот на земле Испанской восстановление православной культуры. А это вот помещение нашей общественной приемной Ассоциации Византина, в которой будут проводиться разные общественные проекты, благотворительные проекты. Для этого это все создано во благо людей и во славу Божьей. В прошлом году прошел и уже стал нашей традицией второй на этой земле телемост, посвященный Дню Победы. В котором участвовали испанцы, дети войны. Они были вывезены в СССР в 1937 году и пережили это страшное время вместе с советским народом. На сегодняшний день полным ходом работает Академия культуры и образования имени Цесаревича Алексея. История России, литература и русский язык, театральная студия и музыка, детская телестудия, а также ежегодные лагеря для детей и молодежи. Все это создано для того, чтобы пробудить и приумножить любовь и интерес к русскому языку и православной культуре. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова